я вас приветствую мои дорогие друзья сегодня я хочу рассказать вам как правильно пользоваться припоем по алюминию какие металлы и можно спаять и где его можно применить и так припой по алюминию где его достать я на протяжении двух лет его заказываю у китайцев у одного и того же продавца за все время он ни разу меня не обманул и припой приходит отличного качества а заказывал я уже его довольно много ссылку я на этот припой оставлю в описании под этим видео что из себя представляет этот припой это не что иное как проволока из цинко-алюминиевого сплава внутри которой находится активный флюс благодаря которому и происходит очистка алюминия во время пайки диаметр этой проволоки 2 миллиметра и длина этой проволоки в упаковке 3 метра себестоимость этого припоя 166 рублей за метр по поводу точного химического состава этого припоя мне информации не удалось найти но я также пользовался швейцарским припоем касталин 192 фбк и на него есть вся спецификация но он стоит очень дорого себестоимость метра касталина составляет 380 рублей а по большому счету это аналоги разница лишь только в прочности касталин более прочный а вот этот припой китайский менее прочный и так касталин плавится при температуре 380-420 градусов цельсия как и китайский аналог диаметр проволоки 2 миллиметра как и у китайского аналога хотелось бы что еще отметить что у касталиновского припоя очень тонкостенная трубочка а флюса здесь намного больше и расходуется он ну очень быстро у китайского же аналога все наоборот трубочка более толстостенная а флюса гораздо меньше и расходуется он меньше причем значительно меньше на практике я паял и этим и этим припоем и по большому счету в прочностных характеристиках разницы я никакой и не увидел что этот что тот но только что это дороже а этот менее дорогой что касаемо флюса который находится внутри этой проволоки флюс действительно фантастический и это не что иное как флюс для пайки алюминия флюс 34а я даже могу сказать вам точный химический состав этого флюса хлорид калия 50 процентов вторит лития 32 процента вторит цинка 8 процентов и вторит натрия 10 процентов стоит он относительно недорого и его можно найти в интернет магазинах если у вас имеются большие запасы такого флюса и есть муфельная печь то по большому счету можно этот сплав делайте самому и обеспечить себя бесконечным запасом припоя на всю оставшуюся жизнь самая интересная особенность этого припоя в том что он паяет не только алюминий оказывается что им можно паять медь сталь нержавейку а также тусовать их между собой что я вам хочу сейчас и показать основным достоинством этого припоя считаю то что он низкотемпературный а это говорит о том что можно не использовать специализированные горелки кислород и пропан можно использовать обыкновенные горелки вот такие на баллон который одевается с бутаном которые можно купить в любом магазине и этой горелки вам с лихвой хватит для того чтобы произвести пайку но если вы ни разу в жизни не паяли алюминий то возьмите отдельный кусочек и потренируйтесь на нем потому что здесь нужен навык самая основная ошибка людей которые первый раз пытаются паять этим припоем в том что они его плавят в пламени горелки не нагрев при этом саму заготовку естественно припой скатывается в шарики он плавает припой говно нет не припой говно у вас просто нету навыка дело все в том что сначала нужно разогреть всю поверхность металла который вы собираетесь паять а сам припой должен плавиться на поверхности этого металла и никак иначе но с алюминием это намного сложнее почему потому что алюминий имеет температуру плавления 660 градусов а припой работает при 400 граница очень узкая и есть возможность расплавить саму деталь как это делается на практике я сейчас вам покажу поверхность алюминия на котором вы собираетесь производить пайку должна быть обязательно очищена теперь сейчас нагрею горелкой саму поверхность и покажу вам как лудится поверхность алюминия ну вот как мы можем видеть что когда мы ловим эту границу нагретой детали до температуры плавления припоя припой приклад прекрасно заложивает поверхность алюминия теперь покажу как припаять между собой две алюминиевые детали вот я отрезал кусочек трубочки и покажу как к этой пластинке его припаять как мы можем видеть заложено вот ну просто идеально сейчас я остужу детальку и покажу вам поближе ну вот смотрите шов вот ну прямо идеальный растекло все четко внутри тоже затекло все и это соединение ну очень прочное потом в конце соберем все детали и проверим на разрыв следующий у нас будет нержавейка тест на лужение температуру нагрева нержавейки можно отслеживать по цветам побежалости ну как можем видеть что нержавейка лудится просто превосходно без проблем попробуем нержавейку внахлёст примерно 50 на 50 50 50 50 50 50 50 Нержавейка залудилась довольно неплохо, в конце проведем тест на разрыв. Ну и попробуем соединить две независимые детали из нержавейки. Ну шов внешне выглядит довольно неплохо. Проверим. Теперь попробуем припаять сталь к стали. Продолжение следует. Ну, как можно видеть, что детали заложены друг к другу отлично, протекло внутрь полностью, хорошо. Теперь попробуем латунь с латунью. Прогреваем полностью деталь. Отлично. Блин, остатки парафина дымятся на пеноблоке. Ну что, паечка осуществлена, внутрь тоже протекло. Дальше. Ну и остается у нас медь с медью. Конечно, здесь лучше всего использовать медно-фосфорные припои. Но имеет право на жизнь, если где-то что-то нужно подпаять. А другого ничего под рукой нет. Ну, соединение вроде не будет. тоже держится и в заключении хочется попробовать ну совсем не стандартное соединение я не знаю где это может пригодиться в жизни но все-таки попробовать припаять стальной болт к алюминиевой пластине сейчас мы попробуем возможно это или нет в данной ситуации мы будем больше нагревать болт а он уже отдаст температуру алюминиевой пластине оказывается что возможно но какие будут прочностные характеристики надо проверять итак проверим что у нас из этого всего получилось самая первая заготовка это алюминиевая трубка к алюминиевой пластинке ну попробуем до хрена с там 2 ломается а шоу держит но с другой стороны нет алюминий он держит намертво тут не прокатит оторвать с алюминием понятно припой хорош дальше нержавейка та которая была в нахлёст но я не уверен что это соединение будет прочное потому что ну очень разные по свойствам металлы ну собственно говоря что и предлагал предполагал поверхности залудились адгезия есть но сам припой непрочные по отношению к нержавейке и годен он будет лишь только тогда когда необходимо допустим заплатку на нержавеющем баке поставить тогда эта тема работает и довольно хорошо ну вот еще нержавейка это вот где две независимые детали мы здесь будет ситуация наверно точно такая же ну да припаяться припаялась облудилась облудиться облудилась но очень разные по свойствам металла так что по нержавейке этот припой годен лишь только если нужно запаять отверстие свищ либо какую-нибудь трещину дальше сталь со сталью но здесь наверное картина будет точно такая же а вот нет да точно такая же что и предполагалось лужение есть адгезия есть но сам по себе припой непрочный по отношению к стали ясно латунь с латунью так дуже тонковатый лист латуни ну тоже самое как эти по соловянными припоями то есть пайка осуществлена везде заложено все но из-за прочностных характеристик металлов не подходит медь медью будет в принципе то же самое припой не особо прочный для меди от слова очень непрочный то есть практически усилия никакого не применил соединение отломалось ну и осталась экспериментальная идея это стальной болт на алюминиевой пластине ну здесь мне кажется все будет то же самое нет вы глядите-ка то есть это в принципе ну-ка еще разочек мне кажется он круто очень схватился здесь там где осуществлена пайка по алюминию соединение разорвать невозможно итак мои дорогие друзья подведем итоги по проделанной работе припой по алюминию конкретно по алюминию он работает ну прям великолепно соединение прочное герметичное и красивое и разорвать это соединение но у меня практически не получилось также мне понравилось соединение стального болта с алюминиевой пластинкой тоже очень крепкое соединение наподобие хрен оторвешь в жизни может пригодиться что еще хотелось бы отметить по алюминию если вы собираетесь работать с дюралью этим припоем у вас ничего не получится дюраль он просто не заложивает то есть никак не получится припаять что-нибудь с дюралью что касаемо других металлов это сталь нержавейка латунь и медь припой прекрасно заложивает поверхности соединение герметичное красивое но увы не прочное и это объясняется тем что разные прочностные характеристики самих металлов вот то есть слабое змено здесь конечно именно сам припой он более слабый но это можно использовать лишь только в тех случаях когда у вас например стальное какое-то есть жесткое соединение вы хотите создать максимальную герметичность то тогда можно залудить например диаметр этим припоем и он будет герметизировать соединение двух металлических деталей то есть это использовать можно также его можно использовать например по нержавейке если вы хотите залудить какую-либо щель либо отверстие в баке но у меня допустим такая ситуация в жизни была ко мне приносили бак из нержавейки и нужно было срочно его запаять у меня под рукой серебряного припоя не было и я поэтому делал латку из нержавейки и припаивал вот этим припоем держится до сих пор три года работает без всяких проблем на сегодня у меня все не забываем ставить лайки пишем хоть какой-нибудь комментарий всем пока